Я хочу кое-что... Сначала маленькая реплика своему коллеге. Израиль не торгует с территорией, которая у него аннексирована. Борислав, я... Израиль торгует с Палестиной, которая... Обещаю. Второе. Подробно расскажите чуть позже. Теперь второе. Утро сегодня я провел, общаясь с немецкими дипломатами. Мы обсуждали именно то, что происходит сейчас в Европе. Мы обсуждали то, что происходит в рамках встречи Меркель и Трампа. Ситуация заключается в следующем. Усилять санкции никто не будет. Это уже четко все осознали. И действительно, есть очень громкие заявления о том, что... Большого бизнеса, о том, что им тяжело, и они хотят послабления. Об этом говорит Франция, об этом говорит Италия, Испания и Греция. И об этом говорят достаточно громко. Немцы признают, что только благодаря усилиям госпожи Меркель удается сдержать всю эту очень неустойчивую конструкцию. На сегодняшний день они также признают, что минские договоренности не работают. Абсолютно. На мой вопрос, вы понимаете, что это приводит к еще большей эскалации конфликта, еще большим жертвам. Они сказали, да, конечно же. И в ближайшее время, когда мы окончательно понимаем, что не работает схема, схему будут менять. Но альтернативы в данный момент ни у кого нет. Есть одна из озвученных, один из озвученных вариантов, это Германия, США, Британия. Действительно, и Россия. Обязательно Россия. Как один из вариантов посадить Россию за стол переговоров, Россия хочет вернуться в J7. Все об этом знают. И на сегодняшний день идут как раз переговоры, что в рамках возвращения в J7 на этой платформе будет обсуждение. Поэтому замена Минску есть. И сейчас международное сообщество без нас, это ужасно, это правда. И сейчас надо четко понимать, что пока идут такие переговоры, Украина находится за рамками этих разговоров. Соответственно, наша позиция должна быть более активна. И на сегодняшний день нам необходимо вклиниваться. Нам достаточно быть объектами. Мы должны получить свою субъектность. Я очень рад, что Германия и США, и Франция высказывают... Как там, что они высказывали? Свою озабоченность. Озабоченность. Мы принимаем обеспокоенность и озабоченность наших партнеров. Но гораздо важнее для Украины принимать во внимание мнение граждан Украины, национальную безопасность и внутреннюю безопасность.